Все по ступенькам, воды полным-полно. А все началось, как только пошел дождь, пошел этот ливень. Не поглощает труба наверху, и все отдохнуло сюда. Промоклые столи и стены, рождки тинковки и лужины на подлозе. Следы визиту стихии башна повсюдна. Еще горшая история была у квартир. Здесь очень-очень много над дверями было. Просто ручьем цекло вода, не пивали воду, менять тазики и все остальное. Татьяне Хворак пощастила больше, и ее квартира застрахована. Женщина каже, у жены вычено горким опытом. И еще пять часов прийти, сотрудники, было бы страха. Аля сирот потерпелых от мостного ли у них квартир шматый таких, которые у иншим, больше горшим становящим. Ужас, конечно. Да, паника. Что здесь? Ну, если капает на голову вода, что делать? Еще и квартира как бы не застрахована, и что будет потом. Я первоначально увидела на площадке эти лужи. Я думала, может, просто на площадке. Но когда зашла в квартиру, я была просто в шоке, что мне еще и до квартиры добрались. И перших, и других зараз хвалюю пытание, что робить, кто будет проводить ремонт и за какие кошки. С этими питаниями корреспонденты новин звернулись в обрезка СЖО. Коммунальники заполнили. Покидать людей с Амнасом со своей проблемой никто не сбирается. Зараз специалисты складают акты для того, чтобы оценить урон от подтопления. Сгодно с ними и будут принимать меры. Будем решать вопрос в соответствии с законодательством либо с выплатой компенсации, либо это будет страховка в случае, если застрахована. И третий вариант – будем выполнять ремонт своими силами. В любом случае ни одна квартира не останется в стороне, и мы никого не забудем. График ремонта коммунальники плануются сгоднять с каждым молодальником квартиры особистой и приступить до него. Не позднее за жнивень. Евгений Мороз, Сергей Митлевич, Окуладзимир Казаков, Телерадо, компания «Брест».